МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы продолжаем юбилейный цикл передач, посвященный 55-летию гостелерадиокомпании Хакасия. Пришло время встретиться с теми, кто посвятил свою жизнь телевидению и вспомнить тех, кто стоял у самых истоков. Сегодня гость нашей студии Игорь Иванович Зиберев. На телевидении он с 1981 по 1996 год. Пришел ассистентом телеоператора, работал режиссером и главным режиссером. Игорь Иванович, здравствуйте! Доброго времени суток! Прежде всего, спасибо огромное, что нашли время прийти к нам в студию и вспомнить эти, наверняка, замечательные годы, проведенные в этих стенах. Они были самыми... Это была молодость, поэтому, естественно, они были самыми запоминающимися. В далеком 81-м году вы пришли сюда помощником телеоператора. С чего для вас вообще начиналось телевидение? Не помощником, а ассистентом тогда. Ассистентом. Ассистентом телеоператора. Было объявление, и мы, два человека, в один день, в один час пришли с Равилем Николаевичем Дзисько и взяли нас по росту. Больше никаких критериев не было. Вот так мы попали на телевидение. Кто стал вашим учителем на этом поприще? Ну, тогда телеоператорами были именно костяк такой. Потому что делилось телевидение кинооператоры, которые выезжали на съемки. А телеоператоры работали только в студии. Вот студийные телеоператоры были Александр Мич Еремин, Александр Николай Черчинский, Евгений Алексеевич Чиньков. Вот это три были основных костяк. Они были разные люди, у каждого свое настроение и так далее, но опыт они действительно передавали. Карьерный рост продолжался. Удалось поработать в прямом эфире непосредственно за камерой? Естественно, потому что процентов, грубо говоря, ну 70. Это был прямой эфир. Причем это были прямые эфиры просто разговоры, это были прямые эфиры телеспектаклей, спектакли драматических театров, Минусинский, там, Хакасского национального, Хакасского русского, русского драматического, вернее, театра. И давали это все в прямом эфире. Все было. И в обмороке падали и артисты, и артисты забывали, например, древнегреческую одну трагедию. Артист вышел, не буду говорить, кто в очках, потому что, ну, забыл снять. То есть было все, было действительно очень трудно. Ну, выкручивались. Это было интересно. В какой-то момент вам этого стало мало, да? Произошел перелом, было принято решение немного поменять профиль. Да, и телеоператор выполняет волю режиссера в первую очередь, особенно, потому что тогда было основное, это была студия. Это сейчас немножко все изменилось, когда студия сейчас не является главной, является видеосъемкой где-то на стороне и так далее. И мне захотелось, ну, сесть за пульт и делать свое. Кто-то вас поддержал вот в этом стремлении действительно стать режиссером? Сначала вы стали ассистентом режиссера. Да, ассистент тоже. То есть мы поддерживали действительно все, и Тамара Исаевна Бронер, и потом уже многие годы я работал, несколько лет работала с Георгием Владимировичем Болотиным. У каждого из режиссеров был свой почерк, и мы учились брать хорошее. Помогали коллективно, скажем так. Ну, вообще, не согласитесь со мной, может быть, ну, на наш взгляд сегодняшний, да, журналистов сегодняшних, профессия режиссера в те годы была, ну, без привлечения, героическая, потому что вам приходилось воплощать, да, при минимуме каких-то средств... Что-то придумывать, придумывать на ровном месте. Поэтому применяли все, и художники, и мы, и режиссеры, я имею в виду, и телеоператоры, и игра со светом, ну, звукорежиссеры. Потому что важно было всегда, особенно в прямом эфире, тыл. Когда, например, ты в тылу звукорежиссер Владимир Моисеевич Анин или Костя Мачин, то ты знал, что ты спокоен. Кто телеоператоры, тоже очень важно. И поэтому коллективный труд. Это хорошо, и это одновременно плохо. Потому что была такая пословица в наши годы. То шоферка пьяный, то бензинки нет. Это как раз о коллективном труде. Потому что чем вот хорошо и плохо телевидение? Потому что ты зависишь от людей, от событий, которые ты не можешь предугадать. Выезд, например, передвижной телевизионной станции. Выезжали, ну, по всей Хакасии, но там главное надо было подцепиться к электроэнергии. Да, ты мог договориться за неделю с электриком, но в день приезда электрик мог и запить. И все срывалось. А это труд коллективный, когда выезжало несколько машин, ну, и так далее, и так далее. Но если на выходе получался, как сегодня говорят, качественный продукт, значит, вот это доверие, да, и консолидация, она все-таки получалась? Видите, в чем дело? Вот для меня вот то телевидение, то есть, ну, пусть оно даже советское и так далее, в основе стоял все равно человек. То есть единица измерения, вот сегодня единица измерения – это новости, а тогда был человек, и поэтому время было другое, и отношения, и так далее. Душевнее, наверное, было? Нет, оно было в чем-то плюсы, в чем-то минусы. Тут не скажешь, что вот оно душевнее было. Оно проще, стабильнее было, может быть. Но человек всегда, чего не хватает сегодняшнему телевидению? Я не в упрек никому и ничего. Мы вернемся к этому. А вы помните своих героев, может быть, героев передач, фильмов? Не следите за их судьбой, с тем, с кем пришлось столкнуться? В свое время Георгий Владимирович Болотин нашел такого художника, ну, к сожалению, он умер, Иван Семенович Старушкин. Тоже передача была большая. Ну, вот с Володей Раздобурдиным подружились. На нем мы остановимся поподробнее. Да, мы остановимся поподробнее. Как подружились, я до сих пор не могу сейчас вспомнить. Ну вот, и на многие года, потом, когда он уже уехал из Хакасии, уже его вот в сентябре была годовщина его, мы продолжали эти отношения человеческие. Ну, вот один из примеров. Давайте поподробнее остановимся именно на этом фильме. Если я не ошибаюсь, это 1994 год. Ну, видимо, да. Вот я не помню. В нашем архиве сохранились эти кадры. Давайте посмотрим. Давайте. Это да. Эдвард Ким, театр, драма, Барнаул. То есть, этот вот видеофильм чем? Попытались сделать. Конечно, там до клипов мы не дошли, но попытались сделать студийные съемки. И выезжали мы на пленэр, скажем так. Минусинский вот были. Фактура, действительно. Фактура, то есть... Это дом Вильмера. Деграции, да-да-да, если так можно сказать. Ну, по-моему, там ничего особо не изменилось. Ну, вот террасы, на которой стоял герой, уже нет. Буквально несколько лет назад были там на съемках. Вот это она обрушилась. Снимал один оператор. Снимал один оператор Володя Никутович. А вот студийные, вот как я сейчас вспоминаю, там было черно-белое. Я искал поиск из слов песни, скажем так. Я сейчас не помню уже детали, но я хорошо помню, что из слов песни. То есть мы сначала все записали, я имею в виду музыкальную фонограмму и так далее, прослушивали и искали вот этот путь решения. Ведь такая колоссальная работа была проведена. Ну, это вот в этой студии, это значит, писал Володя Никутович. Значит, он и в студийные съемки. Именно вот так сверху и решили. Не знаю, почему. Вот оно в тот момент и решилось. Ну, чем вас именно зацепил вот этот композитор? Музыка особая. Музыка, человек. Скажите, вот ваши какие-то находки творческие, да, которые сегодня мы уже можем оценить, что это действительно было, наверное, с опережением даже своего времени, потому что видеоклипы... Громко сказано. Ну, видеоклипы так или иначе, по крайней мере, в своем зачатке, как они некоторые сегодня что-то похожее делают. Как они рождались у вас? От музыки... С кем-то советовались? Нет. Когда делали что-то необычное? Ну, с автором. С автором. А самое главное, я считаю и продолжаю считать, что 90% ну, не сегодняшнего, вот того телевидения и любая передача была от успеха, это музыка. Потому что то музыкальное оформление, которое ты интонацию дашь, оно помогало раскрываться. Даже не видео, именно музыка, она закольцовывала все. Не знаю, это моя точка зрения, но я могу быть прав или не прав, не знаю. И поэтому, видимо, и подошли к Володе Роздобурдину с этим. Когда я сейчас вот Володю увидел, ну, спасибо вам, что вы сохранили. Потому что архив, это важно. Это наша память. Это память, память поколений. Вот сейчас вспомнить вот так все, что было, что по душе и так далее. Были какие-то моменты, знаете, крупицы, скажем так. Не было что-то большого, а вот что-то удалось, это тебя радовало. Игорь Иванович, вашу бытность главным режиссером вам довелось руководить целым женским батальоном. Это так? Это не женский батальон, это женский полк. Потому что одна шла к трем. Ну, у каждой характер, каждого надо развести. Каждой надо бы сказать, что она самая хорошая, самая красивая и так далее, и так далее. Мужиков вообще нас было, я и Олег Зяблицев, и Георгий Владимирович Болотин. Вот трое нас было. Конечно, трудно. Ну, у каждой находили подход. А работа такая, приходилось. И по головке гладить, и в щечку целовать, и обещать жениться. Ну, а что делать? Ну, работа есть работа. Все на благо профессии. Случаи, значит, кинооператоры у нас в свое время пели. Валя Шошин, Марьясов и комиссия из обкома идет. Они поют неаполитанские песни. Экордеон шикарный, все. Ведет Марк Нестерыч Маслов, председатель, фронтовик. Моментально понимает ситуацию и говорит, здесь у нас художественная самодеятельность, мы сюда заходить не будем. Вышел из ситуации. Вышел из ситуации, потому что еще вот про то время, 81-й сейчас как раз вспомнил. Нас принимали фронтовики. Председателем был Марк Нестерыч Маслов, Николай Гаврилович Мезяев, тоже фронтовики. То есть это совершенно другое тоже. Было мироощущение, миро, вот, мужики. И отношения к людям наверняка. То есть моментально ориентировались, они моментально все понимали, все знали и так далее. Многие, значит, уже ушли, кто-то жив, дай бог им здоровья. А сейчас прошло время. И вот ты вот людей почему-то начинаешь, с которыми работал, начинаешь оценивать совершенно по-другому. Вот были звезды, были люди первой величины и так далее, и так далее. Мэтры. Мэтры. Кто-то был на втором плане и так далее. А сейчас ты уже начинаешь оценивать не профессиональные качества, а человеческие качества. И вот удивительное дело, прошло время, я понимаю, что такое, например, Валентин Николаевич Шошин. Вот две истории, такие небольшие, про этого человека. Не знаю, рассказывали вам или не рассказывали, как он спасал дочь из Грузии во времена Гамасахурдия. Там идет гражданская война, света нет и так далее. А у него дочь с внуками. Ну, собираем какие-то деньги. И вот Валя, который вот, ну, героем не назовешь, он поехал, потому что дочь. Он шел пешком иногда. На попутках и так далее, и так далее. Но он привез и дочь, и внуков. Ты в жизни не подумаешь, чего ему это стоило. Но у него было единственное, он был обаятелен. Обаятелен и открыт. И вот это, видимо, помогло и там. Потому что люди чувствуют человека. Кто он. А другой случай, который потом уже выяснилось, фамилии называть не будем, имен тоже. Просто подрезали нашего телевизионщика, и он лежал в больнице. Никто про это не знал. А Валя, единственный, кто знал, ходил и носил в больницу ему куриный бульон. Хотя они вот такими вот большими друзьями не были. Ну, вот это Валя. Валентин Николаевич Шош. Очень много интересного, когда еще на заре вот телевидения. И хотелось бы сказать про фотографов. Иван Михайлович Мананкин, например, работал. Это отец нашего Вани Мананкина. И братья-осветители. Хочется пожелать всем сегодняшнему ветеранам телевидения здоровья, здоровья и здоровья. Все. Игорь Иванович, подводя итог нашей беседы, подскажите, вот 15 лет жизни отдано гостелерадиокомпании, отдано телевидению. Да, телевидению прежде всего. Какими они были? Вы сегодня, оглядываясь назад, можете в нескольких словах описать для вас лично? Они были бурными в том смысле, что менялось время, менялся строй. Самый перелом. Переломы были от советской власти, потом другая власть. Это перелом. Ломалось и телевидение. И поэтому действительно это было трудно. Ни о чем не жалеете? Нет. Вот ностальгия самая удивительная. Может, я обманываю себя, я не знаю. Но вот ностальгия вот такой вот. Потому что день сегодняшний интересней. Замечательные слова. Спасибо еще раз огромное за интересную беседу. Спасибо. Сегодня с Игорем Ивановичем Зибиревым мы вспомнили удивительные годы творческого роста и общения. Становление телевидения Хакасии вспомнили и тех, кто стоял у самых истоков. Все они уникальные личности. И таких людей еще немало. Нам вместе с ними есть о чем вспомнить. Смотрите нас на канале Россия-1. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова